Так, у меня опять винда полетела. Поможешь? Без проблем. Вообще-то, для этого нужна лицензия. Оля, ты что-нибудь слышала об авторском праве? Авторское право распространяется, например, на музыку, видеоигры, кино. Ну, как вы уже поняли, это наши новые герои. Юрист и программист. А давайте теперь познакомимся с ними поближе. Это Оля. Да-да, на Фите тоже есть девушки. А это Артем. И он интересуется гражданским правом. Ребят, мне кажется, что вам есть чему друг у друга поучиться. Поэтому Олю мы отправим на гражданское право, а Артем будет изучать электровычислительные машины и периферийные устройства. Что вы здесь вообще делаете? Я вот записывал сейчас тетрадку. Тема была векторные вычисления. Четыре уровня. Есть один, один, тридцать два бита. Есть дабл, пи, си си си, есть сингл. Интересные всякие штуки мы делаем. Программисты вообще такие классные парни. Что лучше, изучать правовые документы или писать программы? Я буду сходить из понятия лучше, что проще. Проще, наверное, все-таки писать правовые документы. Какая у тебя в школе была оценка по информатике? Я учился в лице информационных технологий. Первые шесть лет. Потом я учился в 22-м лице. Программирование было по субботам. По субботам, поскольку я занимался на лёгкой атлетике, меня забирали на соревнования. И я спрашивал у учителя физкультуры, что я делал без программирования. Он пришёл, сказал, что он спортсмен, поэтому у меня была пятёрка. Программирование по информатике. За меня всё делал друг, поэтому у меня тоже была пятёрка. А ты уже выбрал, какой язык программирования тебе ближе? Си. Си плюс. Си плюс плюс. Спасибо, молодец. Оля, ну расскажи, чем вы здесь занимаетесь? Сегодня мы проходим права и обязанности юридического лица. Достаточно много различной информации, всяких классификаций, терминов, особенно для программиста. Скажи мне только честно, нарушала закон? Нет. А давай как по списочку пройдёмся? Жвачку в магазине воровала? Нет. Скачивала с торрентов? Да. У всех это было. Нелицензионные программы на компьютер устанавливала? Я не могу отвечать на такой вопрос. Провокационный, да? Да. Дорогу к НГУ из леса около первого блока перебегала? Нет. Я захотела посмотреть, как проходит жизнь другого факультета. Мне стало действительно интересно, когда я посмотрел ваше видео, поэтому всего да и пришёл. Почему именно фит на самом деле очень просто? На данный момент это самая развивающаяся сфера. Я хотел стать юристом, потому что Соло Гудмана пересмотрел. Я такой смотрю на Соло, вот он адвокат, он защищает всяких людей, там всякие такие схемы, такие, я такой, классно. Какие стереотипы ты знаешь о своём факультете? Я не могу сказать, что в основном ребята сидят за компами. Да, это так, но также есть и вторая жизнь, которая раскрывается совсем по-другому. Парни ходят в костюмах обычно, я не видел, что кто-то в костюмах ходил, но у нас достаточно много людей ходит в костюмах. Как ты думаешь, кто сегодня победит? Победит. Я надеюсь, что победит Оля. Тот, кто знает, что такое обход в ширину. Артём, вот скажите, пожалуйста, сегодня мы разбирали тему векторизации, да? Как вы поняли термин векторизации вычислений и какие векторные расширения были изобретены процессорными вендорами? Векторизация нужна для того, чтобы быстрее файлы обрабатывать и перерабатывать. Расширения, которые были для векторизации, верно я правильно говорю, созданы, это в первую очередь ММХ, потом было СССЕ. СССЕ, это у нас была вторая, третья, четвертая серия, но там сравнил с пинчом, у меня, то есть там был второй. Я, 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 я. Учетом того, что данную тему вы изучали буквально на одной паре, кое-что вы поняли. Поэтому, в принципе, за работу на паре заслуживаете оценку отлично. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Ольга, вы сегодня много услышали про юридических лиц. Как вы поняли, что же такое это юридическое лицо? Юридическое лицо – это субъект гражданского права или организация, которая обладает следующими признаками. Первое – объединение капиталов. Второе – наличие своего устава. Соблюдение коллективных интересов. Сложные термины были. Может, наличие каких-то органов? Да, наличие органов, управляющих функцией. Были, по-моему, различные теории. Связанные с юрлицами. Ольга, а какие документы нужно представить налоговый орган, чтобы зарегистрировать юридическое лицо? Прежде всего, это заявление, устав, протокол или договор и выписка об уплате пошлины. Ольга, вы отлично справились сегодня на семинаре с заданием. Я ставлю по результатам вам пятерку. Спасибо. Ну что, насыщенный день получается. Оля правокачала, Артем кодил. А теперь проверим, что они знают про факультеты друг друга. Я думаю, что римское право. Зал суда. Я думаю, что международного арбитражного процесса. На третьем. Так, ну, спорткомплекс, конечно, место неплохое, но я думаю, что в лабораторном корпусе. Теперь настало время практических заданий. И в этих конвертах как раз они. Тяните. Найти преступника по отпечаткам пальцев. Мне что, нужно будет найти какого-то кибербуллера? Оу, мааа. Отшифровать послание. Звучит интересно. Оля, как ты понимаешь, ты сегодня будешь в роли юриста-криминалиста. Смотри, перед тобой стакан с отпечатком одного из участников нашей команды. Также база данных. Тебе нужно снять отпечаток со стакана, сравнить его с остальными и найти владельца этого отпечатка. Справишься? Я надеюсь, что да. Тогда время пошло. А вы дадите мне перчатки? В смысле? Вы специально отключили интернет? Почему статья в Пикабу не гуглится? Отпечаток может быть где угодно, да? О, я его нашла. Кто из вас пил из стакана? Больше всего подозрений падает на Таню, ну и на Влада, и на Арину. Я думаю, что это Таня. Дело закрыто. Артем, вот твое практическое задание. Тебе нужно понять, что скрывается за каждой буквой. Как думаешь, что мы могли зашифровать? Не имею ни малейшего понятия. Тогда время пошло. Я отклею. Нет, в этом нет никакого смысла. Привет, привет. Я не знаю. РГО, МАШ, БХМ. И что я загуглываю? И что я загуглываю? Типа, я гений. Слух. Мне кажется, я не буду никому говорить. Вы, наверное, конечно, все знаете, о чем я говорю. Но это шифр Цезаря. Я смог найти калькулятор? Я молодец. Слух. Попал. Все. Это тух-тух. Оля, время стоп. И расскажи мне, ты почувствовал себя в роли криминалиста, который раскрывает преступление? Да, я надеюсь, что сегодня я смогла раскрыть свое маленькое преступление и сделала это правильно. Давай тогда перейдем к проверке. Скажи мне, какое имя ты выбрала? Мне кажется, что это была Таня. Оля, к сожалению, ты неверно определила отпечаток, но ты все равно большая молодец, потому что поняла, как вообще со всем этим работать. И на самом деле владелец этого отпечатка наш звукорежиссер Наташа. Да как? Знаешь, у Шерлока Холмса тоже сегодня с первого раза получалось. Ну, может быть, когда-то я стану хотя бы Ватсоном. Артем, время стоп. Ну что, ты почувствовал себя в роли информатика, раскрывающего коды? Больше я почувствовал, наверное, себя идиотом, да? Но потом почувствовал себя Бенедиктом Кимбербэтчей. А как ты действовал? Хе-хе, я тупил 43 минуты. На 44-й я нашел калькулятор, который просто переводит эти слова. И к 45-й я все перевел. Молодец, это Шибар Цезаря. Мы тебя поздравляем, ты справился с заданием. Ура, спасибо. Оля, расскажи, что было самое тяжелое в сегодняшнем дне? Наверное, запомнить основные признаки юрлица. Артем, а у тебя? Ну, для начала это найти аудиторию, а дальше все, что связано с векторами, АВХами, с едишами. Ну что, ребят, мне кажется, пришло время подводить итоги. И победителем этого выпуска становится Артем. Я тебя поздравляю. Оля, поздравляю. Артем, поздравляю. Так, ну что, сюда я буду записывать законы Российской Федерации. Это майка, и перед тем, как все закончится, я хотел бы подарить эту майку Оле, чтобы у нас, и у тебя, и у меня остались только хорошие впечатления от проекта. И ты, чтобы ты все, ты победила. Артем! Спасибо большое. Почему юристы такие душевные? Спасибо большое. Мне правда приятно. Ну что, ребят, мы поменяли местами студентов всех факультетов и институтов, которые есть в университете. Что будет дальше, мы сами не знаем. Да что там бакалавров снимать? Давайте магистрантов. Не знаю, мне так на фитфаке понравилось. Давайте к ним вернемся. Да не, ну мы же химиков не сняли, нам словно фен надо. Растоковеды остались, тоже здесь не сняли. Если у тебя есть идеи, пиши в комментариях. До встречи!